А перед просмотром данного видео я, ребятки, займу у вас пару секунд. Во-первых, те люди, которые выиграли сигночки на стриме или же в ролике, вот мы, как и обещали, со Стасом сделали сигночки, можете их наблюдать в моей группе ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Тут очень-очень много сигн, можно также заказывать их, пишите мне в ЛС. Ну и, ребят, по поводу стримчика. Стримчик будет у нас завтра. Приходите все, в точное время пока не могу сказать, но примерно где-то часа в четыре. Приходите, всех жду. Короче, ребята, уже 12 ночи, я только возвращаюсь домой. Всем-всем огромнейший привет. Вот, я не знаю, Андрюха спит ли или нет, но я сейчас, в принципе, проверю. Ты вообще время видела, где ты была? Я гуляла, я же тебе говорила, я на свидание пошла. Ну не на всю же ночь. Ты вообще на часы, ты смотришь, нам завтра в школу идти вообще-то, если ты не забыла еще. Да, я думаю, завтра выходной. А чем это от тебя пахнет? Чем от меня пахнет? Вы-то еще выпивали, так понимаю, да? Нет, ты чего? Ну вообще, молодец, Настя, конечно, от кого-то, от кого тебя не ожидал. Что, я? Быстрее заходи, пошли спать, нам завтра в школу идти. Блин. Ну ты из люка, хуже отца. Все. Ой, да, надо положиться уже спатеньки. Спокойной ночи. Ой, доброе утро, доброе утро. Нифига я не выспалась. О, ты уже встал, что ли? Да, да, доброе утро. Блин, как же быстро ты ночь пролетел. Я даже не успела моргнуть глазом. Да, я из-за кого-то не выспался даже. Ты, так, ладно. Что у нас сегодня, кстати? У нас сегодня, по-моему, информатика, да? Ой, я сейчас даже уже не помню, нужно расписание-то посмотреть. Вроде бы информатика. Да, давай, давай, давай. Посмотри расписание, а я пойду пока свои учебники возьму. Блин, или я их в школе оставила. Так, у меня есть учебник. Надо, кстати, покормить собачку. Кстати, как тебе собачка-то моя вообще? Собачка прикольная. Пойдем ее покормим. Пойдем, пойдем вместе покормим, да? Да, да, и потом школу сразу. Да, давай возьмем что-нибудь. Да, пойдем, наверное, возьмем что-нибудь. Так, я возьму, наверное, яблочки. Так, яблочко возьму. Яблочко для песика? Нет. Вообще-то у меня вот для нее, точнее, для него и собачье лакомство. Так, ну где там мой кусик? Где там мой кусик? Вот он. Так. Вот. Какой прикольный песик, да? Все. Очень классно. Покушал, молодец. Так, ну давай, сиди. Жди нас. Как-нибудь придем с тобой поиграем. Так, ну что, тогда поехали в школу? Да, да, уже вы пора. Папа, наконец-то перекрасил наши мотики. Смотри, какие они классные. Ничего себе. Блин, я давно уже ему говорила, и наконец-то он это сделал. Вау, вот это супер. Блин, я так он всегда мечтал. Да. Ты контр-классный. Вообще классный, а у меня тоже еще класснее, чем у тебя. Да, у меня едет зато быстрее, чем у тебя. Да, конечно. Давай кто быстрее до школы? А давай. А давай. А давай. Я вот первая приеду. Не приедешь первая? Я приеду, сто процентов первая. Не приедешь ты первая до школы, потому что я приеду первой к школе. А где ты? О, а где ты? Я в возле школы. Ай, блин, я только хотела повернуть, посмотреть, где ты. Блин. Вот видишь, потому что я езжу лучше. Вот, и мопед у меня круче, чем у тебя. Да нифига, у меня круче. Просто ты меня обманул. Я думала, что... Вот и ребят, мы спросим, у кого круче, но у меня круче все равно. Ребят, как вы думаете, у кого круче? У меня мопед вот такой вот розовенький, или как у Андрюхи, такой вот синий. Конечно, мой круче. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, побежали в школу. Давай, побежали, побежали. А, ты видишь? Чего? Это, походу, Жека там стоит. И что, его отпустили, что ли, уже? Да ладно, чего? В смысле? А сейчас я понял, может он сбежал? Ты думаешь, он сбежал и в школу пришел? Ну, кстати, дальше как-то глупо звучит. Как-то странно все это. Блин, ладно, пойдем. Блин, я сейчас и мне оба... А если он... Слушай, надо аккуратнее. Вдруг он, это, обозлился на меня, то, что мы его сдали. Блин, ладно, все, пойдем, я первой пойду. Давай, давай. Не бойся. Давай, пойдем. Привет. Привет. Не, пожалуйста, что мы тогда... Тогда я на тебя нападал. Ты... Ооо... Я брал, блин. Ты из-за этого меня отпустили. Сказали, что я ничего не делал. Блин, Андрюха, я в шоке. Ты извиняешься передо мной? Да-да, кстати, вот еще. А как тебя вообще отпустили-то? Досрочно? Ну, я посидел двое суток, мне сказали. Если ты еще что-то будешь делать, тебя загонят опять. Блин. Я сказал, ладно, я ничего не буду делать уже. Понятно, ну... Ты смотри, я то, правда, иди посадят. Ну что, прощаешь меня? Ну да, прощаю, раз ты извиняешься. Ты не будешь так больше делать? Да, не буду. Окей, слушай, ну тебе надо ведь еще извиниться перед Юлей за свое поведение, перед Машей. Или ты уже извинился? Нет, я еще не видел их. Я только что пришел. Понятно. Ну ладно, тогда пойдем в школу. Может быть, они уже в школе. Так. Все, ребят, надо найти вообще девчонок, мальчишек, где они. Так. О, Маша, привет. О, привет, Настя. Привет, Максим. Привет, Юля. Привет. Привет. Привет, Катя. Привет, Катя. Я хочу перед вами извиниться, что я тогда к тебе приставал. Что у тебя тогда часы золотые спер. Ого. Я хотел наградить. Серьезно? Надо. Вот, ребята, что делают полиция с людьми. Блин, я в шоке просто. Он посидел пару дней и, походу, одумался наконец-таки. Жесть. Надеюсь, ты больше не будешь себя так вести. Да, я думаю, ты веришь. Хорошо. Я тебя прощаю. Я тоже тебя обращаю. Да, ладно, надеюсь, что ты больше так не будешь. Ну что, ребята, пойдем сюда в класс. Наверное, там учитель уже нас заждался. Надеюсь. Да, тоже. Можно войти. Я не понял, почему вы опаздываете. Ой, извините, пожалуйста. Десять минут назад вы только пришли. Быстро все по местам. У меня для вас объявление. Сейчас я закрою двери. Блин, это же тут учитель. Так, в общем, я решил устроить для вас поход в лес. Ух ты. В принципе... В лес? Ну да, в лес. Мы возьмем с собой палатки, разожжем костер, там на природе, в общем, отдохнем. Как-то странно. Интересно. Итак, мне нужно составить список, кто едет с нами. Максим? Да-да, буду. Андрей? Конечно. Настя? Да, я тоже за. Кстати, останься после того, как я со всеми поговорю. Хорошо. Так, Юля? Я не знаю, просто у меня как бы деловая встреча. Подождите, дайте минутку, подумаю. Хотя, ладно, давайте я поеду, я встречу перенесу. Так, ладно, хорошо. Евгений? Ай, да ну что мне с вами ехать, я лучше с братанами семки похаваю. Так, хорошо. Маша? Да, я буду. Так, хорошо, всех записал. Хотя, ладно. Так уж и быть, пойду с вами. Ну, хорошо. А уроков, значит, сегодня не будет, что ли? Будет небольшая подготовка к походу. И потом я вам задам несколько вопросов, на которые вы мне должны будете ответить, чтобы я проверил степень вашей готовности к тому, чтобы мы пошли в лес все вместе. Так, а что дальше? Ну, потом вы пойдете домой, и к двум часам все должны быть ушко. Хорошо. Хорошо, ладно. Итак, первый вопрос. Что нам нужно взять, чтобы всегда знать, как определить, к примеру, запад или восток? Ну, возможно, это карта? Не совсем. Может, компас? Правильно. А как определить часть света, если компаса нет? Например, чтобы понять, где север, надо посмотреть на дерево, и там, где растет гриб, с той стороны и север. Так, правильно, хорошо. О, какого себя он знает. А что нам нужно взять с собой в поход? Выберите один вариант ответа. Ответит Маша. Первый вариант ответа. Миску, ложку, кофеварку. Второй, утюг, подушку, ноутбук. Третий вариант. Миску, ложку, котелок. И четвертый, веник, ложку и совок. Второй ответ. Утюг, подушку, ноутбук. А можно я? Нет, неправильно. Да, отвечай. Это третий ответ. Миску, ложку и котелок. Хорошо, не забудьте взять с собой еду, палатки, теплодежду, карту, компас, аптечку. Можете идти. Отлично. О, отлично. Блин. Ладно. Ну, ребят, подождите меня тогда, не уходите, пока. Даже не так хорошо. Прикордачи. Я хотел тебя спросить, что ты делала вчера на крыше? Ой, ну, мы просто сидели. У нас, короче, было свидание. А не рано ли? Вам надо о уроках думать в таком бодрости, а не на свиданках шастать. Простите. Так, ладно, иди. Больше, чтобы на крыше я вас не видел. Ладно, спасибо. До свидания. Ой, блин, капец, ребята. Чё вчера было? Помните, я вам говорила то, что меня Стас позвал на свидание? Ну да. Да. Вот. И мы, короче... Он знаете, куда меня повёл? Идите сюда, я вам сейчас покажу. Так, там, наверное, видно. В общем, блин, наверное, отсюда будет не видно. В общем, там на крышу он поставил столик, там накрыл такую поляну, там еда, магнитофон, в общем, цветы мне подарил. Блин, это всё было так классно ночью, особенно такой вид, такой закат. Он мне сыграл на гитаре, а потом угадайте, что было? Что же? Не угадаете, да? Пришёл... Нет, не поцелуй, блин. Потому что он только хотел мне что-то такое важное сказать, но в итоге пришёл учитель, и всё испортил. Он нас наорал, нам пришлось спрыгнуть с крыши, представляете? Капец. Ты ничего не поломала? Ты романтику испортил. Да-да-да, да нет, вроде ничего не поломала, и хорошо, но вообще... Блин, конечно, всё испортил, так жалко, ну ладно, думаю, что может быть... А он там хотя бы тебе что-то спел? Он мне не пел, но он играл на гитаре такую классную песню. Я просто вообще... Мне очень понравилось. Да, такая романтика была, у меня ещё такой никогда не было. Кстати, сейчас я хотела задать моим подписчикам такой небольшой вопросик. Ребята, пишите в комментарии, если вы помните, в первой серии дальнего мультика я вам показывала, какой же у нас номер школы. И, ребята, кто первый самый ответит на такой вопрос в комментариях, тому я в следующем ролике передам приветик. И также пишите, а какой же у вас номер школы, посмотрим, может быть, даже у нас сходится какой-нибудь номер школы, к примеру. А может, кто-то даже в моей школе учился, но хотя это вряд ли. Так, ладно, я думаю, что, наверное, уже стоит ехать, собираться. Так. Да, дай ему и скудер, пожалуйста, потом покатаешься. Да, я думала тебе свой отдать. Розовенький. Нет, у меня дома есть, у меня зелёный. Ну чё, Андрюк, давай, кто быстрее? Да, да, да. Я быстрее в любом случае. Нет, сейчас я быстрее буду. Чекай. Смотри. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, щас, 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 я так сделаю, что я... Что, сама умная, типа, да? Да. Я так же умную водить. Да не, я... И вот сейчас я буду 100% первая и... Ну-ну-ну-ну, сейчас посмотрим, кто здесь будет первым. Так, 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 где-то у нас... Есть? Ага, всё. Так, 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 как я... Всё, я первая, ура, 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 ура. А я тут давно уже стою, кстати. Да, конечно, да, 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 да. Кто первый в дом? Кто первый в дом? Ой, нет, стой. А, ты дверь ещё не закрыла? Блин. Так, ладно, давай с тобой распределим обязанности. Ты иди тогда за палатками, они, по-моему, у нас в гараже лежат, да? Да, пойду, пойду. Так, мне нужно взять, наверное, часы, компас. Также я возьму что-то с собой покушать. Блин, что взять? Может быть, сосиски, точно, может быть, сосиски пожарить. Бери, пожарим их потом на природе. Да, ещё возьму тогда картошечку, у нас, правда, он уже готов, но всё равно. Кстати, Андрей, а почему, что делают у меня твои очки? Сделан, нашёл. Мои очки, а я-то думаю, где их потерял-то, да? А ты где? А, ты в этом, в гараже, я тебя потеряла. Вот, держи. Так, что ещё нужно взять? Так, а ты матрас какой-нибудь взял, чтобы, ну, постелить в палатку? Да, мы в палатках, так, по-моему, не тёплые. Там постелочки, в принципе, нормальные. Да, да. Так, ну ладно тогда, вроде бы всё. Так, что у нас? Ой, точно, я возьму пакет молока. Отлично. Так, ну и, в принципе, всё. Слушай, это нам... Ах, ты ладно, возьми, возьми. Да, молочко нам нужно, чтобы попить. Чтобы не колу твою холодную. Кстати, вот она. А я, кстати, колу взял. Отсюда достал? Так, не холодную. Из мусорки. Так, ладно, закрываем дверь. И так, кстати, интересно, будет ли мой пёсик сосисочку кушать? Так, стоп. А, вот. Да покорнишь лучше полмясом, сосиски нам остави. Ну ладно. Так, и тогда я сейчас, в принципе, пошли туда пешком, потому что нам ехать-то, наверное, нельзя. Мы, наверное, пешком. Это же всё-таки поход. Ну да. Ребята, а вы когда-нибудь были в походах? Если да, то напишите об этом в комментариях. Если нет, хотели бы пойти. Вот лично моя давняя мечта сходить в поход. Вот серьёзно. Ну, в реальной жизни. Я когда-то был в походе целых 7 или 10 дней даже. Ого, блин, вот это реально классно. А я вот в этом году думаю всё-таки собраться и как раз-таки для ребят записать влог в реальной жизни, как там в походе. Ребята, если вы хотите, то напишите об этом в комментарии. Я обязательно такое вот устрою. Так, кстати... Ты не придумала, куда пойдёшь? Куда пойду? Ну, как бы, есть пару местечек у нас в городе. Кстати, ты придумал страшную историю? Я страшную историю? А надо было? Да? Блин, ну... Вот я подготовила, между прочим. О! Да? Жека уже здесь. Жека, ты подготовился уже? Да, стой, стой, Настя. Он, походу, уснул у нас какие-то... Да, ты слышишь, как он храпит? Сопит, блин. Жесть, как он голову-то вывернул. Это вот, ребята, как спят гофненьки. Давай его сфоткаем. Сейчас, погоди. Так, всё. Классно. Так, ладно, где ребята-то, кстати? О, привет. Привет, привет, Маша. Чё взяла вообще с собой? Я взяла как можно больше еды, там, сока попить и воды. О! Ты чё, будешь только сок с водой? О, привет, Катя, Юля, вы уже здесь? Привет. Да. Отлично. Мне всё равно делать нечего, поэтому я приехал пораньше. А, понятно. Ну, мы, в принципе, тоже, как только собрались, так сразу, в принципе, и приехали. Вот, мы, короче, взяли... О, Максим, ты тоже уже здесь? Привет. Отлично. Получается, мы только учителя ждём. А смотрите, кстати, чё с Жекой? Он уснул. Только тихо, дышь, не разберёшься. Только тихо, да. Жесть. Ладно, пойдёмте. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Я, смотри, вы уже здесь? Да. Да, да, да. Ну, так, ладно, сейчас я зачитаю по списку, кто здесь, кто не здесь, и мы пойдём. Так, Максим. Да, тут. Маша. Здесь. Катя. Конечно, тут. Юля. Здесь. Андрей. Тут. Ну, и Настя. Да, я тут. Так, а где Жека? Ну, в общем, он тут немного уснул, видимо, измотался парень там. И, в общем, да. Ну, я думаю, то, что он нас догонит. Ладно, что ж, пошли за мной туда. Так, а в какой нам сторону? Ну, нам в сторону магазина, и за ним будет лес. А, хорошо. Пойдёмте, ребят. Пойдём. Пошлите. Пойдёмте. Отлично. Ну, чё, ребят, вы вообще, вообще, когда-то ранее ходили в такие походы или нет? Да, да. Да. Блин, я вот впервые вообще, ну, мне очень интересно, что же будет. Ну, надеюсь, что будет очень весело. Я тоже. Да, но мы время не проводили за друзьями. Да. И, кстати, подготовили страшную историю, ребят? Я нет, к сожалению. Да, да, конечно. Ух ты. Блин, прикольно. Так, ну, вечер точно будет интересным. Да, я думаю, что будет очень-очень классно. Главное, чтобы солнышко скрылось, и им тогда уже будет реально так атмосферно всё это рассказывать. Но нам ещё нужно сначала, наверное, что-нибудь покушать, приготовить. Так, а куда дальше? Ну, вот тут надо зайти в лес, и уже найдём место. А я уже вижу палатку какую-то. Да, 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 всё. Я вот уже всё подготовил. Ух ты. Класс. Класс. А мы с собой взяли. Ой. А вот моя самая дорогая палатка. Самая дорогая. Интересно. Я думаю, они все одинаково стоят. Нет. Так, хорошо. По крайней мере, выглядит одинаково. Нам нужно, наверное, костёр развести. Ну, да, я этим займусь. Так, съем тут сухих веток принёс, вы просили. Вот, держите. Так, Андрей, а скинь тогда мне палатки, пожалуйста, я пока поставлю. Наши палатки. А, ты уже поставил, что ли, нет? Наши ещё нет. Смотри, вот наши. Если что, можно куда-нибудь поставить. Хорошо, сейчас приберу место. О, вау, уже костёр есть. Классно. Так, куда бы тут поставить? Тут всё палатками заполонили. Так, может быть, вот сюда. Так, и нужно куда-нибудь сюда мою. Сейчас тут всё очищу. И здесь где-нибудь поставлю. Так, вот. Блин, почему она здесь не ставит? О, всё, отлично. Так, всё, быстрее не сети еду. Сейчас будем жарить по костер, пока не потух. О, так, хорошо. Вот у меня есть сосиски. Только аккуратно и по очереди, чтобы ничего не произошло. Хорошо. Блин, что-то она плохо прожаривается. Так, а что у нас ещё есть? Можно было костер побольше, наверное, делать. Да, какой-то он маленький. Какой-то вообще сосиска неприкольный, невкусный. Что за сосиски такие Андрей купил, а? Дешёвые. Да хорошие сосиски. Ага, опять из пятёрочки по красной цене купил. Ну да, назначил, что-то у меня есть. О, ну давай, давай. Спасибо. О, Андрей, будешь? Да, я тоже попробую. Да, держи. Во, вот это вот другое дело вообще классное. Я не знаю, ничем не лучше моих. Владимир Васильевич, а вы можете нас с ребятами сфотографировать? Да, конечно, без проблем. Что, ребят, давайте сфоткаемся? Да, да, давай. Давайте все вот тут сядем. Или даже не знаю. Давайте, в принципе, все сядем около костра. Девушки сядут, а мальчики постоят сзади. А, можно, кстати, вот держите камеру тогда. Давайте, может быть, знаете, как сделаем? Мальчики вот так встанут, а мы присядем вот так вот здесь вот около. Нормально будет так видно нас? Ну, в принципе, видно. Нет, ты встань, не горбись. Нормально? Да, идеально. Ага, пару снимков там сделайте разных. Вот. Все? Все, да. Отлично. Спасибо. Ну что, дети, вы придумали страшный историк по поводу? Да, я могу рассказать историю про плохую сделку с плохим человеком. Так, больше никто не придумал. Понятно. Я придумала. Я тоже припомнил одну историю. Так, Андрей. А мы с Настей придумали общую страшилку. Ну, хорошо. Кто начнет? А можно я? Ну, хорошо, да. А, называется лица на портретах. Один человек заблудился в лесу. Он долго блуждал, и в конце концов, в сумерках натолкнулся на хижину. Внутри никого не было, и он решил лечь спать. Но он долго не мог заснуть, потому что на стенах висели портреты каких-то людей, и ему казалось, что они зловеще смотрят на него. В конце концов, он заснул от усталости. Утром его разбудил яркий солнечный свет. Но на стенах не было никаких картин. Это были окна. Бу! Жесть, страшно. Страшно? Так, хорошая история. Кто следующий? А теперь я хочу рассказать историю. Давай. Что за история? Она называется «Испорченная пленка». О! Привет. Блин, я заблудился, короче, пока там семечки себе нашел. Тихо, семечки нашел. Ну, надо, держи, уже жарить, наверное, ничего не будем. Вот тебе сосиски. Поешь. Вот, спасибо. Так, давай, Юля, продолжай. Хорошо. Слушайте. История называется «Испорченная пленка». Она похожа на Настину, но только... Ну, она тоже пролез. Одна девушка-фотограф решила провести день и ночь в одиночестве. В глухом лесу, прям как мы сейчас. Она не боялась, потому что не впервые ходила в походы. Весь день она фотографировала деревья и травы на пленочную камеру. А вечером устроилась спать в своей маленькой уютной палаточке. Ночь прошла спокойно. Ужас настиг ее только через несколько дней. На всех четырех катушках получились отличные снимки. За исключением последнего кадра. Что там было? На всех фотографиях была она. Мирно спящая в своей палатке во мраке. О, нифига себе. Это что, реальная история? Да. Жесть. Да, у меня тоже мурашки. Короче, я тогда был у еще малой. Мне было еще однажды семь лет, и я, короче, пошел гулять в заброшенном саду. И увидел там старый колодец. Я, такой, не хотел туда идти, но, короче, я осмелился, подошел. Я смотрю туда вниз. И сильно перевесился через край колодец. И сварился, короче. Да ладно. Короче, колодец был очень глубокий. Там было очень много пиявок. О, это непростительно. Ууу. Мне, короче, очень было жутко. Я не мог там сидеть. Холодно было. И хорошо, что висела веревка, и я по ней начал забираться. Я так выбрался с колодцем. Так, а что в этом случилось дальше? На следующий день я получил по физре пятерку, потому что быстрее всех сбирался по канату. Ну, как вам такая история? Да, очень смешно, очень страшно. Классно, что вы прошли. Что? Вы слушай, я расскажу. Ну, блин, мне так было. Да, 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 Максим хочет рассказать. Максим, пусть Максим расскажет. Давай. Моя девушка сегодня писала, что не знала, что у меня такой очарательный брат. Да еще и близнец мы с ними. Оказывается, она только что заезжала ко мне домой. Не знаю, что я задержался на работе до ночи. И в мою там встретил. Представил все гостил кофе, рассказал несколько смешных историй из детства. Проводил до лифта. Даже не знаю, как сказать ей, что у меня нет брата. Как это такое возможно вообще? Не знаю, сам шоке. Это еще на реальных событиях основано? Нет, конечно. Нет, ладно, блин. Все, уже поздно. Всем пора спать. Уже? Уже? Блин. Может еще хотя бы? Ммм, блин, ну ладно. Спокойной ночи в палатку. Спокойной ночи. Андрей, вот твоя палатка зеленая. Ну где, в любом? А вот вижу, вижу, вижу. Угу. Ну все, ребят, всем спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ой, доброе утро. Так, а где Андрюха? Нифига себе, ничего. Ребята, вы че, уже не спите? Нет. Да, доброе утро. Мы тут болтали. Доброе утро. Понятно. Так, спалось. У меня все хорошо. Много больше лучше. Нормально. Кому смог дать? В прошлом их истории не так хорошо спалось. Что тебе, кошмары снились? Угу. Так, ладно, сейчас мы в бассейках перекусим, и уже надо будет отправляться домой. Хорошо. Ммм, блин. Жалко. Не хотим его уходить. Кого печенькой угостить? О, давай. Я хочу печеньку. Мне тоже хочется. Бери. У меня есть семки, какому дать. Давай. Печеньку лучше поешь, сей семки, ты лбал тут хавать. Фига. Будешь печеньку? Так, ну что, ребят, я тогда предлагаю прямо сейчас закончить данную серию. Я думаю, она получилась довольно-таки такая насыщенную, интересную. Если она ребятам понравилась, они обязательно поддержат нас лайкосиками и напишут что-нибудь в комментарии прикольное. Вот, ребят, пишите какие-то свои идеи для новых серий, потому что, на самом деле, идеи там у нас заканчиваются, они не резиновые. Вот, также подпишитесь на мой канал, не забывайте поставить колокольчик, а также подписаться на всех-всех-всех участников данного проекта, потому что они мне все помогают, и отдельное им огромнейшее спасибо. Вот, ну а с вами была Настян, мои друзья, учителя, так сказать, братья. Всем удачи и всем пока! Всем пока! Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!